Друзья, продолжается наш вечерний эфир. Самое время узнать что-то полезное и новое для себя. И сейчас будет действительно очень новое направление биохакинг. Сам, честно говоря, не до конца еще разобрался, что это из себя оно представляет и как оно будет действовать на нас. Но, во всяком случае, это то, что связано со здоровым образом жизни, с долголетием, с тем, чтобы эффективно работал мозг. Правильно я говорю? Это Михаил Лисков, представляю его сразу, специалист, человек, который развивает это направление биохакинг. Михаил, тогда сразу вопрос, что это такое, с чем это все едет? Очень важно понимать, что биохакинг имеет под собой слово хакинг. То есть это зло, он не совсем корректно, но да, пусть будет так. И хакинг произошел у нас с вами из силиконовой долины. Это были люди-хакеры, это любители-программисты, которые выросли потом реально в профессионалов. И в настоящий момент биохакинг это такое направление, в котором есть два вида. Это биохакинг действительно любительская биология, когда люди собственным домашним микроскопом наблюдают за тем, как развиваются какие-то бактерии или еще что-то. И второй биохакинг, который сейчас больше популярен, это как раз улучшение параметров собственного тела под любую конкретную задачу. Это связано с тем, что наше тело, оно адаптивно. И в зависимости от того, что мы с ним делаем, так мы и получаемся. Так, Михаил, сразу конкретика, что это значит? Улучшение параметров. Да, вот смотрите. Есть такой Фелпс. Это известный пловец, американец, который постоянно завоевывает золото. И у него такая ситуация, что он даже кушал в положении лежа. То есть его готовили именно к положению лежа. И вот эта вот адаптивность нашего тела, у него легкие становятся шире в положении лежа. У него много вот этих параметров. И он употреблял такие продукты, которые способствовали именно работе больше легких, работе мышц в положении лежа, то есть для плавания. И его готовили и с молодежи, с молодого возраста. То есть это о безграничности возможности человеческого тела? Грубо говоря, да. И мы видим результат о том, что Фелпс – это реально подготовленный человек. Это одна из грани биохакинга. То есть с человека можно вырастить все, что угодно, судя по всему. Михаил, вот на личном примере, какой результат есть уже, если есть? У меня? Да. Снимая напряжение, допустим, просто вот если мы берем массаж, не классический массаж просто с мышц, а правильно снимая напряжение с определенных зон, которые обусловлены зонами Захарина-Геда, то есть каждая зона нашего тела, она связана с внутренним органом. Можно снимать напряжение с органом и восстанавливать их функцию. Потому что иногда мы чувствуем какое-то беспокойство, раздражение или какое-то недомогание, к которому мы можем прийти к врачу, он может сказать, что, извините, ваши анализы в порядке. Но мы же чувствуем дискомфорт. И вот с этим дискомфортом как раз и нужен специалист, который будет работать. И вот такой врач, Константин Борис Заболотный, «Разумный биохакинг» у него книга, он как раз говорит о том, что нужны технологи здоровья, люди, которые в этом плане улучшают состояние. А вот это вы с собой сами делаете все? По тишкольнику работаете. Нажимаете на себя, массаж себе делаете? И работают, конечно, со специалистами, потому что один человек, скажем, это одно, а когда команда работает, совсем другая история. Все-таки вот если разграничить, да, вот чем это от ЗОЖ отличается? От ЗОЖ отличается отец тем, что у нас есть конкретные параметры, которые мы можем изменить. То есть для себя ты пишешь сначала программу, по которой ты должен потом жить и работать? Лучше, конечно, со специалистом. Если требуется, то и врачебная помощь. Если там, допустим, какие-то уже именно диагнозы ставятся. Если это просто, то специалист, который именно знает эти зоны и может улучшить. ЗОЖ в основном это просто правильное питание какое-то, бег или еще что-то. И в этом плане как раз биохайкинг рассматривает такие вещи, как тяжелый культуризм или спорт высоких достижений, или, допустим, тот же Ironman, как в каком-то смысле не самую полезную вещь. Потому что это высокий износ суставов, это высокая перетренированность, это высокое потребление количества белка, которое может не до конца выводиться почками или в какой-то степени навредить печень. Скажите все-таки, а у нас в Красноярске кто-то занимается этим на профессиональном уровне, или это каждый сам должен с собой заниматься таким образом, читая литературу? Есть специалисты, которые занимаются профессионально. Есть специалисты, ну, то есть люди, которые именно на собственном уровне этим занимаются. Я работаю в студии йоги, я принимаю там и на консультацию, и провожу занятия по йоге. И йога – это вот как раз то самое занятие, которое позволяет поддерживать мышцы в хорошем тонусе и в то же самое время не перетренировывать и не перенапрягать суставы. Слушайте, вот мы сейчас говорили про лишний вес как раз, да, про толстяков и все. Человек, например, ставит себе цель, да, сбросить там 50 килограммов, там, 20 килограммов. Биохакинг здесь помогает или что делать? Как это будет работать в этом случае? Самый простой, то есть биохакинг может делиться на простой уровень, то есть для человека попроще, и лучше начинать с каких-то простых шагов. Допустим, отслеживать просто, что мы едим. То есть иногда поглядывать в тарелку осознанно и смотреть, так, у меня здесь сосиска, а здесь макаронина. И приблизительно прикидывать уже, сколько это может быть по калоражу. Можно прям точно и конкретно отсчитывать, ну, опять же, образно, потому что точных цифр по калоражу никто не скажет, записывая в программу. Можно усложнять, начинать добавлять туда определенные витамины, минералы. И по большому счету вес, он очень сильно зависит от того, что мы едим. И здесь биохакинг помогает немножко на другом уровне, на уровне психологии. Потому что наш мозг заточен таким образом, что нам обязательно очень хочется сладкое. Это выживание для мозга. Подтверждаю. Да. А отрицаем. И есть люди, которые, так скажем, булочку понюхал плюс 5 килограмм. А есть люди, которые это сладкое могут потреблять, и у них не девается никуда. И здесь вот нужно смотреть особенности организма каждого человека. Особенности его метаболизма. Спасибо большое, что вы пришли и начали мы эту тему обсуждать. Я думаю, это за один раз мы не поймем и не вникнем, что же такое. А я думаю, мы продолжим в одной из следующих наших программ. Да, продолжим обязательно и превратимся все в суперплавцы. А если остались вопросы, то в чайке спокойно. Можете писать. И Михаил, я думаю, ответит. В этом плане биохакинг это не только спортсмены, но и, допустим, люди, которые улучшают свои мозговые параметры. Интеллект. Интеллект. Отлично, будем развивать интеллект. Спасибо, что пришли к нам сегодня. А мы встретимся с вами после короткой рекламы.